С Россией я бы не завершил, если бы не сказал пару слов о том, как такие люди, как Жириновский, скажем, Мария Захарова, да многие другие, всякие даже мелкие сошки, они позволяют себе учить многие страны, но в последнее время они сконцентрировали внимание на Азербайджане, и это не случайно. Даже вот Затулин, он, в общем-то, открыто и довольно-таки строго, как учитель, провел лекцию по географии для президента Азербайджана Илхам Али. Он объяснил ему, что, оказывается, Ереван, Зангезур, озеро Сиван, то ли Илхам не знал об этом, то ли его не доучили, Затулин решил его доучить. Он ему объяснил, что эти территории, они являются армянскими землями. Причем он сказал, исконными армянскими землями, я это опускаю, потому что тут он дал маху, безусловно. Никакой исконности там нет и не пахло, но он прав в том, что действительно Ереван, озеро Сиван, Зангезур, это являются территорией армянского государства, современного, сегодняшнего. Никто этого отрицать не может. И я думаю, что Илхам Алиеву должно быть это известно. Стоит только подойти к любому глобусу, посмотреть, покрутить его, ну и заодно с глобусом покрутить свои шарики в голове, чтобы понять, что это та страна, в общем-то, с которой ты садишься за стол переговорами, собираешься заключать какие-то нервные договоренности. Но беда в том, что Затулину приходится это объяснять ему. И я думаю, что это не случайно, как я уже сказал, что российские чиновники чуть выше среднего звена начинают учить Азербайджан, что такое хорошо и что такое плохо. Мне это говорит о том, что вот этот вот медовый месяц, который был во всяком случае Илхам Алиева, так показалось, что он имел медовый месяц, брачный медовый месяц с Путиным в течение этих 44 дней войны. И действительно, в общем-то, со стороны этого могло показаться медовым месяцем, брачным союзом, заключением брачного союза. И я думаю, что Илхам Алиев получил от этого огромное удовольствие. Другое дело Азербайджан получил, я сомневаюсь. Так вот, вот этот вот период сближения, как Илхам называет это, свою близость, подчеркивает, близость с Путиным. Хотя в политике близости нет. В политике от близости появляются аборты, вы понимаете, очень серьезные аборты потом приходится делать, как это произойдет с Азербайджаном на горной части Карабаха. Так вот, этот период завершился. И я думаю, что и Путин, в общем-то, очень скоро, то ли устами Лаврова, то ли собственными устами, вполне возможно, с него, так сказать, станет, или устами Шайгу, даст понять Илхаму Алиеву, проснись, вас обокрали. Это будет отчетливый знак, отчетливый сигнал тому, что ты меня или не так понял, когда подписывал документы, трехстороннее заявление, или ты придаешь им слишком серьезное значение. Дело в том, что и Жириновский, и прочая шваль московская, которая вот так вот наглую поучает Илхаму Алиева, может быть, даже заслуженно, потому что он сам пошел на это, он сам подал для этого основание. Они тем самым дают понять, пока на своем уровне, что поезд ушел. Россия ввела свои войска на территорию Азербайджана. Вы можете называть их миротворческими, вы можете называть их голубыми, вы можете называть их розовыми, но очки при этом розовые надо снять. И надо посмотреть на ситуацию трезвым взглядом. Друзья мои, как я уже как-то сказал, миротворчеством в России исторически не пахло. Не было, такого не было. Как мог возомнить Илхам Алиев, что Россия может помочь миротворчеством в решении конфликта на территории Азербайджана. Имея пример Абхазии, имея пример Южной Осетии, это надо быть или круглым идиотом, или предателем Родины. А может быть даже в сочетании. Это еще более близко к истине, поверьте мне. Он не только, мягко говоря, интеллектуальный близорук, он еще и изменник Родины. И не просто так, ведь Родине изменяют не просто так, за чьи-то голубые глаза. Нет, конечно. Родине изменяет чаще всего по материальным соображениям. Сейчас я знаю, многие илхамноиды, гейдороиды бросятся к комментариям под моим видео, чтобы написать, ты сам изменил Родину. Нет, друзья. Я не изменял Родине. Я уехал из Родины, подав в отставку. Подав заявление об отставке. Мою отставку принял председатель Совета Министров Гасан Гасанов. Есть распоряжение, могу вам показать. Копия у меня здесь, в Соединенных Штатах, в моем архиве. Там сказано, освободите монахову от занимаемой должности в связи с переездом в другую страну. Изменение места жительства. То есть я поступил честно по отношению к Родине. Я ушел в отставку и уехал. Илхам не только не уехал из Родины, не только не подал в отставку, он возглавляет эту страну. И он изменил вашей Родине. Вашей Родине, не своей. У него Родина в Москве. Он там учился, он там трудился, он там женился, он там занимался всякой херней. И до сих пор большое, огромное состояние его личного, его личного, так сказать, ворованного общага находится на территории России. В виде заводов, фабрик, гостиниц, яхт и так далее. Я сейчас не хочу об этом говорить. Пусть об этом заботится азербайджанское гражданское общество, когда избавится от этого режима. Так вот, он изменил Родине, чтобы, не дай Бог, Владимир Путин поматросив и бросив, не занялся бы его состоянием, находящимся на территории России. А это, для Путина, это расплюнуть.